Девушки отдыхают В районе стадиона по улице Социалистической утерян ключ от автомобиля Нива. Нашедшего просят позвонить по телефону 8 904 201 30 86. Поступление товара пальто, куртки, ветровки до 70 размера, резиновые сапоги. Вас ждут за покупками по адресу улица Советская 35, магазин Гармония. Режим работы с 10 до 19 часов. Продаются 4 летних колеса R16 на легкосплавных дисках. Цена 24 тысячи рублей. Звоните по телефону 8 912 951 42 61. Закусочная волна приглашает на завтраки, обеды и ужины. Бизнес-ланч 150 рублей. В закусочной вы можете провести свадьбы, юбилеи, детские праздники и поминальные обеды без арендной платы. Единственное в Печоре мороженое собственного приготовления. Вкусные пиццы и свежая выпечка. Бесплатная доставка при заказе от 500 рублей. Ежедневно с 10 до 18 часов. Воскресенье выходной. Адрес Печерский проспект, дом номер 20. Телефон 360 02. 21 апреля в 15 часов в городском объединении «Досуг» состоится театрализованное представление «Ликующее детство» коллектива эстрадного танца «Лик». Руководитель Светлана Шиянова. В программе принимает участие студия эстрадного вокала «Апельсин». Цена билета 200 рублей. Телефон кассы 7 27 85. 27 апреля в кинотеатре имени Максима Горького в рамках закрытия второго кинофестиваля «Свет лучезарного ангела» в Республике Коми будет показан моноспектакль «Пять рассказов Шукшина» в исполнении талантливого актера из Санкт-Петербурга Владимира Борисова. Спектакль пройдет в музыкальном сопровождении аккордеониста Юрия Колесникова. Это украшение самобытного яркого выступления. Вас ждут в 18.30 в кинотеатре имени Максима Горького по адресу улица Советская, 16А. Возрастное ограничение 12+. Вход свободный по предварительной броне. Телефон для справок 376-06. Вневедомственная охрана Республики Коми проводит отбор граждан для прохождения службы в должностях сотрудников войск Национальной гвардии России. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии проходят службу на добровольной основе по месту жительства или по выбору. Сотрудникам Росгвардии присваиваются специальные звания полиции. На них распространяются законодательства о прохождении службы в органах внутренних дел, социальные гарантии и пенсионное обеспечение, предусмотренные для сотрудников ОВД. Денежное удовольствие от 30 тысяч рублей с постоянным ростом. Возможность получения пожизненной пенсии по истечении менее 13 лет службы. Страхование жизни и здоровья, медицинское обслуживание. Ежегодная оплата проезда к месту проведения отпуска по территории России любым транспортом. Право на получение компенсации на приобретение жилья при выслуге более 10 лет. Требования к кандидатам на службу. Граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет. Отслужившие вооруженных силах категория здоровья А. Образование не ниже среднего общего. Способность выполнить норматив по физической подготовке. Приветствуется наличие водительского удостоверения категории Б. Граждан, имеющих судимость, грубые нарушения правил дорожного движения, употреблявших наркотические средства или злоупотребляющих алкоголем, просим не звонить. Контактные телефоны 30526, отдел кадров 71046, начальник ОВО, факс 72629, адрес улица Спортивная 44Б. Производственному отделению Печорские электрические сети требуется на работу инженер службы учета электроэнергии. Требования к кандидатам. Высшее профессиональное техническое образование без предъявления требований к стажу. Или среднее профессиональное техническое образование и стаж работы в должности техника по эксплуатации энергетического оборудования первой категории не менее трех лет или на других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным техническим образованием по профилю деятельности службы учета электроэнергии не менее пяти лет. должностные обязанности, снятие показаний приборов учета, в том числе путем автоматизированного удаленного опроса, введение базы данных приборов учета, формирование объемов электроэнергии, осуществление технического контроля за состоянием средств учета, допуск в эксплуатации приборов учета электроэнергии, выполнение плановых и внеплановых проверок приборов учета электроэнергии и других мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии, подготовка писем по вопросам учета электроэнергии. Составление актов по фактам незаконного пользования электроэнергией. Анкеты направлять в отдел кадрового учета и социальной политики по адресу улица Островского, 65, кабинет номер 107 или на электронный адрес.